Рисовать на стене баллончиками непросто. Поверхность зачастую неровная. Есть изгибы. Здесь очень важно соблюсти правила пропорций и перспективы, а также проследить, чтобы рисунок не деформировался из-за рельефности. Талант у Дмитрия Сизова проявился давно и внезапно, но учиться изобразительному искусству не пришлось. Тем не менее, свою жизнь на данный момент Дмитрий всецело посвящает любимому делу. Все получилось спонтанно, очень быстро. Даже не учился этому. В детстве мог рисовать. Как-то получалось. Сам татуировками занимаюсь, работаю в черном кролике. И с клиентом как-то разговорились. Он предложил работу определенную. С этого все и началось. Этому арт-объекту Дмитрий Сизов посвящает все свободное время, что остается после основной работы. Мастер – не уличный хулиган. На украшение стены на фрунзе художнику поступил заказ из администрации города. Скоро скучная серая конструкция приобретет яркий и необычный облик. Не только ковиду будут посвящены сюжеты граффити-картин. Здесь от улицы Советской до Горького разместятся зарисовки, которые посвящены медикам, волонтерской работе и, конечно, спорту. Прошлая работа Дмитрия – стена детской площадки на Крестьянской, где жители радуют герои русских сказок. Винни-Пух, Чебурашка, Кощей Бессмертный. Сказка закончена, не закончена. Вторая сторона спортивная с гаражом. Потом попутно будет в городе, еще адреса не знаю, ворота с тигром очень большим. Заказы продолжают поступать художнику. И город наполняется все новыми красками, которые в руках Дмитрия Сизова превращаются в современное городское искусство. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс.